Дорогие друзья, всем привет, с вами Серега Пынзарь. Ну что, сегодня мы начинаем новую рубрику и поэтому обязательно перед тем как посмотреть этот влог поставь лайк, подпишись на мой YouTube канал и обязательно поставь себе колокольчик для того, чтобы у тебя приходило напоминание, когда выходит новый влог. Влоги выходят ежедневно, практически бывают заминки, но поэтому обязательно ставьте колокольчик, чтобы ты знал, когда вышел новый влог и ты посмотрел практически первый. В общем, как вы все знаете, я сейчас в Москве, мое семейство в Турции, я очень скучаю и вот решил, кстати, записать для вас лично влог о, так сказать, вопросах и ответах. Потому что очень много вопросов задаете и ответить я всем, к сожалению, не могу в силу того, что вы очень активны у меня, спасибо вам большое, по 400, по 500, по 600 сообщений под каждым видео и кто-то задает вопросы, кто-то желает удачи и так далее, и так далее. Но вот, когда есть какие-то вопросы интересные, да, я просто, ну, напросто физически не могу взять и расписать то, что я думаю и, так сказать, изложить свою мысль. Вот, я зашел, в общем, один дома с мышкой, мышка, он спит тихонечко, ну, а она по-любому в течение видео будет крякать, потому что она любит покрякать, мяам, мяам, походить, значит, позвать кого-нибудь. Вот, и я вот показал вот такие прикольные, значит, возле себя картины поставил своих любимых жены и детишек. Эти картины сейчас я, кстати, фокус уберу, смотрите, у меня просто есть такой культ прикольный, вот, и сейчас у меня получается все в фокусе, и вы можете рассмотреть ту или иную картину. Эту картину делали наши подписчики, они очень красиво, как вы видите, рисуют. Вот, где-то похоже, где-то менее похоже, но, если честно, это малая часть, то есть, если так по дому пройтись, посмотреть, еще там две картины, там картина, там картина, там картина, короче, все в картинах, но для, так сказать, для антуража, для того, чтобы в кадре не просто была белая стена и Серега Пынзарь нестриженная, чтобы что-то было более интересное и яркое, вот, я решил добавить в свое семейство. Вот, так, давайте начнем с вопросов. Я для себя, так сказать, некоторые выделил, не буду пока называть, кто задал вопрос, потому что некоторые каналы подписаны таким образом, я даже не понимаю, как это прочитать. Вот, ладно, первый вопрос, как тебе удается быть таким энергичным и неленивым, как заставить своего мужа встать с дивана? Это один из таких, знаете, часто задаваемых вопросов, вот, смотрю на тебя, ты там такой классный, ты такой, блин, молодец, ты такой, 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 такой. Я, на самом деле, очень не люблю, когда меня нахваливают, вот, ну, по той причине, что я считаю, что мы все одинаковые, что все люди, есть голова, есть две руки, есть две ноги, просто кто-то хочет чего-то добиваться и достигать, а кто-то не хочет. Я так вам скажу, что мужчину из-под палки никогда не сгонишь с дивана, то есть у всех такое бывает, и у меня такое бывает, что я знаю, что мне нужно ехать там по делам туда, 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 но я не могу себя заставить, я просто лежу на диване, я не хочу вставать, я хочу смотреть футбол, я хочу смотреть там сериал, я хочу провести в общем время дома. Я, честно скажу, я себя просто-напросто заставляю встать и пойти, потому что я знаю, ради кого и ради чего я это делаю, то есть я понимаю, что у меня есть жена, у меня есть дети, это моя ответственность, в первую очередь, это ответственность мужчины, и когда я буду просто лежать на диване, то мои дети и моя жена будут просто несчастливы, потому что у меня будет денег, будут ссоры в семье, скандалы и так далее, и так далее. Я этого не хочу, я хочу, чтобы мой ребенок учился в хорошей школе, чтобы моя жена могла позволить себе ту или иную прихоть, ну, хочет она эту куртку или эту куртку, шубу и так далее, хотя у меня жена вполне самодостаточная, и она сама достаточно зарабатывает денег, в принципе, у нас никогда вообще вопрос не встает, дай денег или где деньги лежат. Про деньги и про бюджет в семье я обязательно посвящу отдельный влог, отдельный выпуск и расскажу, как мы распределяем наши финансы в нашей семье. А сейчас я больше хочу поговорить о мужчинах и мужчинах, которые лежат на диване, и о том, что я уже изначально сказал, что мужчина никогда не будет работать из-под палки, и никогда его не заставишь встать с дивана и пойти поработать, там, принести что-то в семью, добиться чего-то и так далее. Мужчине нужна, так сказать, вот знаете, как говорят, женщина это голова, мужчина это шея, и вот куда голова повернет, туда, грубо говоря, шея тоже поворачивается вместе с головой. Поэтому вы, женщины, должны быть в этом плане внутри, и если ваш мужчина не встает с дивана, значит, вам нужно его заставить это сделать. Но не скандалом, не унижением, как я знаю некоторые, да ты, там, ничтожество, да ты вообще неудачник, ты только можешь лежать на диване. От этого он еще больше будет лежать на диване, и как бы никуда не встанет и не пойдет. Да, есть мужчины из разряда того, которые понимают, что есть ответственность, есть семья, и нужно двигаться, нужно добиваться. Да и вообще это в крови, мне кажется, у каждого мужчины, вот это вот добиться, достичь и так далее. Ну, по крайней мере, так есть у меня, да, то есть мне всегда приятно ставить перед собой цели, добиваться, и когда моя жена еще в этом меня поддерживает, да, это вообще, это вообще самолет, это очень круто. Когда жена с тобой, ты готов горы свернуть, я считаю, что вы, если вы меня смотрите, вы там в браке или не в браке, разницы нет, если вы своего мужчину поддерживаете в том или ином начинании, если вы своему мужчину как бы вселяете в него уверенность, у тебя получится, ты самый лучший, ты молодец, ты делаешь все правильно. Не бывает такого, что с первого раза взял, все получилось, там, например, начинает какой-то бизнес, и он там сразу же через два дня начнет миллионы приносить. Нет, не бывает, такого не бывает, тем более в наше время, когда конкуренция просто бешеная, достигают только высот те люди, которые сто раз ошибались, тысячу раз ошибались. Не бывает такого, что ты никогда не ошибался, раз такой пришел весь крутой, идеальный, умный, и сразу же бахивает у тебя миллионный бизнес. Нет, конечно, это бывает один из тысячи, когда у тебя есть мешок денег, который, в принципе, ты можешь взять, вложить в этот бизнес, в этот, в этот, в этот, а какое уже стремнение, это уже другое. Вот, так, я сказал, да, первое, это обязательно вера в мужчину, второе, обязательно поддержка, даже если, потому что мужчины, как правило, очень ранимые, да, в плане того, что если что-то не получилось, все, у него руки опускаются, он говорит, все, все это Г, я больше никогда бизнесом заниматься не буду, лучше пойду на завод, буду работать там, получать пенсию и так далее, и так далее. Нет, женщины, вы послушайте мне, сейчас мужчины можете встать и уйти от экрана, потому что сейчас информация только для женщины. Обязательно поддержка, обязательно вера в него, как только вы вселяете в него свою веру, мужчина будет просто горы заворачивать, для вас же, и для своей семьи. В общем, если тебе понравилось это видео, обязательно поставь лайк, подпишись на мой канал, и всего тебе хорошего, пока. Субтитры сделал DimaTorzok